Здравствуйте дорогие зрители, я рад приветствовать вас на канале GSMDog. Продолжаем серию роликов про обход экранного пароля без потери данных. В этот раз попробуем извлечь данные из смартфона Samsung S8 Plus с процессором Exynos и прошивкой на базе 9 версии Android. Патч безопасности июль 2022 года. Смартфон прислали из Уссурийской области. Хозяин смартфона погиб. Родственники этого человека увидели один из моих роликов и отправили смартфон ко мне. Количество цифр экранного пароля нам неизвестно, что усложняет процесс разблокировки. Друзья, маленькая просьба. Прежде чем задать вопрос, досмотрите ролик до конца. Прочитайте описание к видео. Ссылка на файл со списком поддерживаемых моделей находится в закрепленном комментарии. Нам необходимо узнать, какая версия Android и патч безопасности у этого смартфона. Для этого нужно зайти в меню рекавери. Чтобы перевести эту модель в режим рекавери, нужно на выключенном смартфоне нажать следующие кнопки. Bixby, увеличение громкости и кнопку питания. Когда увидите робота, одновременно коротко нажмите кнопку увеличения громкости и кнопку питания. Нас интересует вот эта строчка. Девятка в начале строки – это версия Android. Третья буква, если считать справа налево, это год выпуска прошивки. V – это 22-я буква английского алфавита, значит 22-й год. Вторая буква, если считать справа налево, это месяц выпуска прошивки. G – седьмая буква английского алфавита, соответственно, это июль. Этот патч безопасности программа может обойти, так что смело приступаем. Запускаем Oxygen Forensic. Extract Device Data. Devices. В строке поиска пишем G955F. Будем использовать уязвимость процессоров Exynos. На этой странице уточняются детали, какие нужны драйверы, какие версии Android поддерживаются. И у смартфонов Samsung есть одна неприятная функция, которая называется «Безопасный запуск». Это когда смартфон требует ввода пароля для запуска системы Android. Так вот, если в смартфоне включена эта функция, то программа не сможет разблокировать смартфон. Но мне в этот раз повезло. На этом аппарате безопасный запуск отключен. Кликаем по кнопке «Automatic Detection». Нам нужно перевести смартфон в режим прошивки. Для этого на выключенном смартфоне нужно одновременно нажать три кнопки. Bixby, уменьшение громкости и кнопку питания. Затем нужно коротко нажать кнопку прибавления громкости. Программа определит модель и версию прошивки. Нужно поставить галочку «The device running Android 7.9». Затем нужно кликнуть «Start the extraction». Программа модифицирует и перезапишет загрузочную область смартфона, проверит тип шифрования. Сейчас нужно перевести смартфон в обычный режим. На смартфоне нужно нажать и удерживать 7 секунд кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. Программа считала раздел с кэш-памятью, снова переписала код одного из разделов памяти смартфона. И теперь, чтобы записать этот раздел в смартфон, его нужно снова ввести в режим прошивки. Зажимаем Bixby, звук «Минус» и включение. Кнопку увеличения громкости подтверждаем наш выбор. Снова перезагружаем смартфон в обычный режим. Нажимаем и удерживаем 7 секунд кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. Теперь программа сохранит всю память смартфона на компьютер одним большим зашифрованным файлом. Это очень долгий процесс, занимает несколько часов. Естественно, я вырезал этот этап на монтаже. Программа снова попросила перезагрузить смартфон. Теперь программа возвращает смартфон в исходное состояние. Ещё одна перезагрузка в режим прошивки. Продолжение следует... Правила видеохостинга запрещают разглашать чужие персональные данные. Поэтому вся личная информация о владельце скрыта на монтаже. Программа расшифровала всю информацию из памяти смартфона. Номера телефонов, фото и видеоснимки. Переписку в мессенджерах. Письма с электронной почты. СМС. История браузера. Пароли от приложений. Пароли от точек доступа Wi-Fi. Всю эту информацию можно посмотреть на компьютере или экспортировать в виде таблиц Excel или PDF файлов. Соответственно, эти данные можно распечатать или отправить их через облачное хранилище. Перенести данные приложений в другой телефон, чтобы они читались, нельзя. Можно перенести контакты, фото и видеоснимки. В принципе, на этом моменте можно было бы закончить ролик, но я хочу показать вам ещё один вариант извлечения данных. Существует программа, которая называется MD Next. Она умеет отключать экранный пароль на смартфонах Samsung. Запускаем программу MD Next. В строку поиска вводим модель смартфона. Выбираем функцию Screen Unlock. Программа предупреждает нас о том, что некоторые данные в смартфоне будут изменены. Предупредите об этом хозяина смартфона. Здесь говорится о программном обеспечении смартфона, а не о личных данных пользователя. Если всё пройдёт успешно, то экранный пароль будет отключен. Соглашаемся с условиями, жмём Next. В этом окне программа предупреждает нас о том, что поддерживаются только модели с версии Android 7 по 9. Мы в начале ролика уже убедились о том, что у нас 9 версия Android, поэтому ставим галочку и нажимаем Next. Теперь нужно перевести смартфон в режим прошивки. Как и в предыдущие разы, на выключенном смартфоне нужно нажать кнопку Bixby, кнопку уменьшения громкости и кнопку включения. Коротким нажатием на кнопку громкости подтверждаем наш выбор. Программа считает один из разделов смартфона, что-то рассчитает и снова запишет изменённый раздел в память смартфона. Смартфон включится, на нём уже не будет экранного пароля, но при этом все данные останутся. Почему я сразу не отключил пароль, а сначала скопировал и расшифровал данные? Потому что всегда есть риск программно испортить смартфон, потерять все данные или вовсе вывести смартфон из строя. Поэтому по возможности всегда нужно сначала сделать резервную копию тем инструментом, в котором ты уверен, а уже потом экспериментировать. Смартфон загрузился, пароля нет. Приложение на месте. Естественно, личные данные я не могу вам показать, но поверьте мне на слово. Данные на месте. И фотографии, и видео, и контакты, и все остальные приложения. Если вам понравился этот ролик, возможно понравятся другие ролики на моём канале, подсказки сейчас появятся на экране. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, в комментариях задавайте вопросы. До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok